Доброе утро, друзья! Сегодня первый выпуск канала о мировой стоматологии Денталикс и мы отправляемся в наш первый тур в Канаду, в Торонто. Погнали! Всем привет еще раз! Меня зовут Федорец Александр. В этом первом выпуске моего авторского блога Денталикс я вас познакомлю с одним из легендарных врачей-хирургов и имплантологов Аленом Аптекарем. Ален Аптекарь это известный врач-хирург во всей Канаде, работающий в более 15 клиниках Торонто, 7-8 из которых это русскоговорящие клиники. Я познакомился с Аленом в Инстаграме. Мы очень долго переписывались. Его родители киевляне, украинцы, которые в 80-м годах переехали в Канаду. Он прекрасно говорит на русском языке, владеет всеми словами, которые нужно и не нужно говорить. Он вместе со своей ассистенткой Оксаной из Харькова ездит в одной клинике в другую, в третью, оперирует. У него большие коробки, большой набор имплантатов, все хирургические наборы, все фрезы, все необходимое для того, чтобы проводить много-много операций в день. Очень забавный парень и очень профессиональный хирург. На самом деле, несмотря на то, как он шутит, несмотря на его харизму, несмотря на то, как он классно ведет себя с пациентами, насколько он счастлив, он просто кайфует от работы. Он очень умный, очень профессиональный и очень ответственно подходит к своей работе и к операции. Всю жизнь я хотел обучаться у самых лучших специалистов, у самых лучших стоматологов во всем мире. Ездил на различные курсы, конференции, проходил практику у докторов в Канаде, в США, в Мексике, в Колумбии, Германии, в России, в Украине. И несколько месяцев назад ко мне пришла идея создать YouTube-канал Dentalics. Саша, нужно делиться информацией, показывать это на весь мир, рассказывать нашим людям, нашим стоматологам, как работают эти крутые специалисты, эти лидеры мнения во всем мире. Как они начинали свою профессиональную карьеру, как они развивались, как они сейчас работают. Потому что то, что они учат нас, это хорошо. Хочется посмотреть различные клиники во всем мире. Китай, Япония, Германия, Австрия, Америка, везде. Поэтому мой блог, это о клиниках, о докторах, о том, как они работают, об их профессиональном пути. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Это будет нереально круто. И я направляюсь в русскую клинику, где Ален будет проводить утренние операции. Будет несколько операций, будет трэшовый день, будет такой экшен, полный, полный экшен. ГБР, сплит-техник, много экстракшенов, Олон Фор. Все это сегодня будет, мы это будем максимально освещать и показывать. Много научусь, поделюсь какими-то новыми техниками. Я думаю, будет очень полезно. Сейчас 7 утра, и мы идем по холодному, минусовому, зимнему Торонто. На полный силы энергии, желание научиться чему-то новому, чтобы это уже внедрить через несколько дней у себя в клинике. Следите за мной, будет очень круто. Поехали. Три минуты. Удалили два зуба, поставлю индикатор. Бум. Это самый быстрый момент с имплантами. Окей. Аля, ну ты можешь сначала вообще рассказать, кто ты? Интересно. Это интересно. Итак, родители с Киева, это еще была USSR, и они уехали в 1974 году, и ехали через Италию. И жили в Италии год, под Римом, и решили в Канаду. И приехали в Канаду в 1975 году. И я родился в Торонто. Бабушка и дедушка уехали за меня, пока родители шли на работу. И это как я научил, как говорить по-русски. Теперь я работаю где-то около шесть или семь офисов, потому что имеет много русских пациентов или клиентов. Я с ними говорю по-русски. So, это как я говорю по-русски. Форум рыватель. Имплантский мост. Короночка. Нарастение кость. Они понимают по-украински, только они не говорят. И дома они говорили. Только по-русски. Когда я говорю с родителями сейчас, половина по-русски, половина по-английски. И я пробую больше говорить по-русски, когда я вижу или лечу русского пациента, потому что я не хочу забыть. Я хочу практиковать. А сколько пациентов в день, примерно? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. В этот день 25-30 пациентов. И операций, наверное, 8-10 операций. Что мы сделаем? Вот тут. Поднимем немножко вертикальную высоту, где-то 3-4 мм. И я буду использовать денса, верса-берс. Да. Денса-берс. Они работают в реверсе. И в реверсе, оно спиннило, и слегка собирают боли. А, это внутренний боли, из этой области? Да, но я добавлю больше боли тоже. Но я не использую остеотом. Берсы отвертят синус. А, вау. Хорошо. Хорошо. Это все с берсом, с берсом, а не остеотом. Сейчас покажу. А КТ не делайте? КТ не нужно делать каждому пациенту? Что ты имеешь? Сити-скан. Для каждого пациента. Много пациента мы делаем, но в основном я делаю CT-скан, люди тоже имеют, что никакой кости нету, нужно директ-саймс лифт. Окей. Я делаю CT-скан, для директ-саймс лифт, потому что я должен быть уверен, что нету никакой синусит, ничего. Окей. Если у вас есть ПА, и клинический есть, то я не нужен CT-скан. В основном я раньше делал бамп. Я раньше делал вот так, а теперь я не делаю больше. Потому что эти версии, потому что он немного комфортно для пациента, тоже. Потому что когда я делаю... Right? Нет. И вот здесь, я просто подриваю. Это очень легче для пациента. И увидишь, что я использую кость. Новый пациент. Что ты делаешь? Комфортно. Ты делаешь вращение вращения. И это держит вращение вращение. И ты держишь вращение вращения. Это все, что ты делаешь. И это работает вращение. И динфицирует вращение. И это помогает, кстати, для синуса лифта. Я не использую остеотону. Я использую дрилы, что вы увидите. Прекрекция. Для меня это? Для любых имплантин? Для любых имплантин. Окей. Динфицированные дамеры. ты уже был но я боюсь что оставишься я думаю что такие девушки работаешь на скорость или скорость это деньги it's like it's like driving a car riding a bike делаю пломбу пломбы это пломбит меня импланты как пломбы быстро 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 и я каждый год ставлю от 900 до 1000 пломбит как русско хорошо идеально не нравится все кайф за из чего когда я был маленький родители шли на работу бабушка дедушка ухаживают за меня говорили по-русски со мной они не понимали по-английски я это как я научил и потом и мама и папа всегда говорили со мной дома по-русски потом я начал работать после этой школе где-то 15 офисов других и половину русских я начал говорить по-русски с пациентами и докторами и все другими и ассистентами и русский начался опять и я начинал практиковать и и лучше стал опять а как вообще получилось так что начали приглашать много вот клиник много офисов все я я никогда не я не адвитайз никакой нигде рекламы никакие не думал вот это все и что происходит произошло что один офис я начал и потом другой офис допустим имплант репрезентеров сказал о этот офис нужен кто-то заходил делать операции и сергей я окей пошел потом еще один они заходили меня и еще и несколько офис был друг начал работать и этот донтист или доктор начал говорить с вторым и просто начинали говорить друг друга и начинали меня звонить имплант один поставь без гонграф ничего только с помощью пациента только сергей я это тысяча семьсот пятьдесят тысяча восемьсот долларов и потом коронка еще еще от тысяча шестьсот тысяча шестьсот тысяча восемьсот без графтинг а граффинг сколько смотря на что допустим допустим индирект синусов я сейчас делаю бам где-то шестьсот долларов окей а синус лифт direct my price two thousand five hundred and for the patient no total price okay twenty five hundred bucks а как работает тут сколько 50% for you 50% for thing so yeah so material cost comes off okay допустим квест материал снимается но обратно ко мне потому что я исток everything myself and then the professional fee half split ụы что это кое-какисто кей а с У меня есть больше струмин, но я просто не взял это. Да. Так, это Биоризон, это струмин. Окей. И, так же, это двигается вверх. Я поставлю на лошадку. И мы идем. но обычно ты делаешь это и просто, нет фантастических струков для этого потому что вы открыт и закрыт, это 3-0-хромат, что это, ничего не фантастических У тебя четверо детей, как ты успеваешь? Дети, работа. Ты же фан работы с ними. Я сам не понимаю, как я могу. Как ты можешь? Ну смотри, я работаю 5 дней в неделю. В основном. Иногда 4-4,5. Потому что много раз на пятницу я подаю лекцию или учу доктора, как делать имплантские surgery, нарастение кость. Все зависит какая неделя. И после работы вперед. У меня 3 мальчика, они все играют в хоккей, или на работе, или на каток, где они играют. Какими имплантами работаешь? Или работал и вообще любишь? Сейчас мы работаем в основном, я бы сказал, где-то около 65% BioHorizons, американский имплант. И где-то около 35% Strom. Раньше я ставил новый BioCare много лет назад. Мне в основном не нравится. Мне нравится система. Ихни Тайтани, я думаю, что мягкие. И я вижу даже их хорошие импланты. То, что они говорят хорошие. Они ломаются. И это, чего я остановил работать с новой BioCare. Я пробовал других. Я пробовал OSTEM. Я пробовал MIS. Я пробовал много системы. Neodet. Имплант, имплант. Это все зависит от отношения с доктором и компанией. И что работает лучше их руками. На каких имплантов ты бы рекомендовал, например, докторам начинать делать кейсы в ОЛУМ? Если он никогда не делал, ему нужно с чего-то начать. Как? Как пить, как выбрать? Это не только выбрать имплант. Это все зависит от какой челюсти начинаешь. Хорошо. Окей. Потому что в нижней челюсти кость много лучше. И стабилизировать имплант намного легче. Ниже челюсти не такая большая разница на какой системе работаешь. Я думаю, что BioRyzen, Stroman, MIS, Neodent. Эти все импланты хорошо используют. Или ниже челюсти, но ОЛУМ. Верхняя челюсть немножко по-другому. Чего? Потому что намного легче кость. Меньшая кость. Когда делаешь там, нужна какая-то система или имплант. Хорошая стабилизация. Стабилизировать очень хорошо. На 30 Nm. Минимум или больше. Нужна какая-то система, что имеет агрессивную резьбу. Допустим, Neodent, Stroman, BLX, агрессивная резьба. BioRyzen, называется Reverse Thread. Что-то тоже берет и захватывает кость. Чтобы иметь эту стабилизацию. Потому что если нет хорошей стабилизации имплантов. Минимум 30 Nm. Невозможно хорошо делать временный мост сразу. Винтовая фиксация или цементная? Винтовая. Я не пользуюсь цементом уже, я бы сказал, уже около 3-4 лет. Я не люблю цемент. Я боюсь цементом, потому что только имеешь проблемы. Цемент попадает под весной, не видишь. Он сидит там, не знаешь, не видишь по снимке. Год проходит, два года проходит. И потом большая проблема. Инфекция начинается, кость уходит вокруг импланта. И только головные боли начинаются. И потом нужно обратно открывать, прочистывать. И тогда начинаешь имплант. Нужно наращивать кость. Так я только screw retain делаю. Даже если это один имплант или много имплантов. Когда ты идешь на имплантацию по цифровому протоколу через шаблоны. Или когда ты уверен в себе и делаешь все сам. То есть на глаз. В каких случаях ты выбираешь как и вообще какой процент работы. Вы говорили про тему guided versus non-guided. Я очень редко делаю guided. Я не говорю, что guided плохо. Я делал раньше guided. В нескольких случаях. Только для меня. Оно захватает много времени со мной. С guided. Чего? Потому что когда ставишь туда guided. Он должен сидеть правильно. Кит тоже идет guided. Много степс. И в основном я просто быстрее могу сделать без guided. И в моих руках я просто не пользуюсь. Я не говорю, что доктор вот тут, там чтоб не пользовал. Но если вы только начинаете и только первые 50 имплантов, 100 имплантов, 150, 200 имплантов ставите. Нет. Абсолютно хорошо пользует guided. Только со временем эксперимента доктор будет иметь быстрее и быстрее ставить импланты и нарастение кости и все. И со временем в моих руках оно просто slows me down. Я пользую CBCT. Я пользую сканы, чтобы увидеть сколько костей есть. Ширину, высоту. Абсолютно. Где нервы, где нет нервов, где пазука. Абсолютно. Только guided в моих руках я редко пользуюсь. Немедленная нагрузка на имплант. В каких участках ты его делаешь, а в каких нет? Immediate loading. So, immediate loading, в основном, мы делаем в эстетические зоны. Допустим, клик-доклик. Один, три, два, три. В этой зоне. В основном, мы делаем в эстетические зоны сзади. В моих руках, как говорится, не стоят. Потому что это не видно. Я не хочу больше шанс брать, чтобы начинать ставить зубы. И человек начинает жевать на их. Или too much load ставить на этот зуб или что. Так в эстетические зоны делаем. И когда мы это делаем, нам нужно, как я вам говорил раньше, минимум 30 нуден сантиметров. Минимум стабиллери. Когда мы ставим. И если у нас 30 нуден стабиллери есть, абсолютно можно временно сразу кронку вставить. и закручивать на этот имплант. Абсолютно нет никакого контакта. Когда мы ставим вот такую кронку, временную кронку. И мы специальные инструкции даем пациентам тоже. Не жевать, не кусать на этого зуба. Это просто для физической и для красоты. Расскажи, я знаю, что ты являешься одним из четырех ста. Да. Это называется ABOI. ABOI это American Board of Oral Implantology. Это examination board для имплантологов. И есть где-то около, немножко больше 400 доктора вокруг мира тоже имеют это designation. Это одна из очень редких board, где очень большой и интенс экзамен выдают. Окей? И этот экзамен проходит три дня. Где в первую очередь нужно абблокацию подать, чтобы даже иметь approval, чтобы взять этот экзамен. И что происходит? Первый день они... это written examination. Где они просто пишешь. И там где-то около 250 вопросов. Второй день это oral examination. Где-то три раза сидят и идешь... Один station в другой. 20-30 минут каждый station. И они показывают кейсы и нужно... Они спрашивают и нужно... answer эти все вопросы. И... Passing rate. Чтобы сдать этот экзамен, где-то около 35-40%. Есть... periodontists, oral maxillofacial surgeons, тоже... сдавали этот экзамен и говорят, что... эти экзамены тяжелее, чем их board exam, когда они сдавали... когда они заканчивали школу. Oral maxillofacial surgery periodontists. Это очень тяжелый экзамен. И... Это называется American Board of Oral Implantology. Плюс, этот American Board of Oral Implantology, что они делают сейчас? Они пробуют через... других штатов в Америке... сдать, что... все то, что... board certified, American Board of Oral Implantology, может... назвать их... Implant specialists. Потому что, как мы знаем, нету никакой вокруг мира... Implantologist. Implant specialist. Only implant specialist. У нас есть... prosthodontist. У нас есть... periodontist. У нас oral surgeon есть. У нас orthodontist есть. У нас general dentist есть. Pediatric dentist specialist есть. Нету... доктора, кто сидит и скажет... он только implant specialist. Нету. И они... пробуют добиться, чтобы... им сделать... этот specialty. Dental Implantologist. И я думаю, что... в один день... это придет время, что будет... только тяжело. Чего? Потому что... все думают, что... Implantology... прибежит к ним. Допустим... Prosthodontist думает, что... О! Я должен быть Implant specialist. Periodontist думает, что... О! Это наш specialty. Ораль surgery? О! Нет, это наш specialty. Нет! Это не на любых специалов. Потому что... эти доктора... шли в школу... учить... periodontist. Во-всомном... десну. Кость. Implant... это была... часть их программы. Только... это не было... самая главная часть. Проседонтист... как мы знаем... там была часть... они учили на имплант. Только это не в основном... только на имплант. Ораль surgery? Такое же самое. Удаление... pathology. Orthogonathic. Только имплант в маленькой порции. Нам нужно иметь, что... специальный специалист... только по имплант-based... work... во рту. Да, у нас есть программы... вокруг мира... два-три года... Implantology. только... когда ты заканчиваешь эту... специалист... специалист... или программу... не можно сказать... что... Implantologist. Специалист. Нет. Есть... Эрии вокруг мира... то, что не дает... конкурсовцы не дает... что ты мог сказать... что я... dental implant specialist. И это неправильно. Должна быть... программа... и люди тоже... может сказать... что они... dental implant specialist. Спасибо. Я за эти... сколько... четыре дня... провел столько времени... после того... много операций... очень много работы. Ты реально активный... смеешься... шутишь... у тебя пациент... никогда не боится. Всегда, когда ты приходишь... ты начинаешь... так общаться... максимально по-доброму... и... в комфорте. меня снимать не надо. Сейчас... мы снимаем. Мы сняли всех. Детский сад. Не надо, чтобы повзрослеть. Четыре... четыре ребенка уже. Видишь, как... видишь... все женщины. Видишь, что я делаю? Да. Окей, перезапису. Окей. Сейчас, пауз. Обратно придем. Давай, окей. Видите... в секунду. Мы идем к работе. И внизу. Уровень. Потому что это... это оружие от того, чтобы речь. 05 и перезапису на твоем тераписе. И т.к. nhс Хороший лук Желательно Круто и крепко, красиво, солидно, и сейчас будем закрывать. Красота! Здесь много через Израиль. Оля, кстати, она из... откуда Оля? Оля, из Донбасса. А тут у нас, тут у нас Оксана есть. Да. Идем сюда смотреть на Оксана, вот наша прекрасная ассистенка. Это наша Ассана. Известная Алина Артекаря из Харькова. Да, нашего великого Алана Артеки. Великого Алина. Идем дальше. Наш великий Алин спрятался, ладно? А вот она, он уже уходит. Вот, великий Алин. Двигает, 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 двигает. Он набегает. Какой-то респектабельный вид. Пойдем дальше смотреть на клинику тут. И кто у нас тут? Да. Здесь у нас комната, ее у нас оккупирует Алла. Да, там Алина. Здесь у нас работает еще второе хаджение с Аллой. Ее сейчас нет, она в отпуске. Алла тоже приехала из Украины, ну, через Израиль. И, в общем, сейчас у нее вынешено, она в Риме находится. Здесь у нас работает доктор... Да, это такая пещера доктора Алина тоже. Ну да, доктор Алин у нас работает везде, когда он приходит. Потому что мы освобождаем для него побольше мест. Потому что он не работает каждый день, он как бы приходит и уходит. Да. Это наша Анечка. Анечка. Анечка у нас приехала из Крыма. Вот. В общем... Идем дальше. Идем к боссу, к нашему боссу. Здесь Краснодара. У нас все боссы. А, у вас все боссы. Прекрасно, вообще круто. Это наша доктор Нана. Доктор Нана. Да. Наш мозг и сердце нашего офиса. А вот наши руки, наши руки и сердце тоже нашего офиса. Это доктор Нана. Это Нелечка. Ассистент доктора Наны. Да. Ассистент доктора Наны. В общем... А ты себя представила? Доктор Нана приехала из Москвы. Неля прилетела из космоса. Потому что таких хороших на Земле людей больше не осталось. Это правда. Да. И мы вот ее все очень любим и бережем. У нее, кстати, сегодня день рождения. Да? Ура! Ей исполнилось 35 лет. Доктор Нана. И мы все очень рады. Что мы будем работать еще следующие 40 лет на пенсии. А тут у нас последний кабинетик. А его нужно ее вставить. Я сам вам сказал. Ну я же здесь, сейчас приходит венчурис доктор, который делает протезы. Окей. Вот. И что еще? Значит у нас вот здесь есть вся картина, которую наши пациенты пишут. Вот. Вот. Вот такие веселые картины, где я работаю, и там же тоже работает талант. Вот это тоже нам подарила наша пациентка, у нас очень талантливые пациенты. И вот это тоже фест декорейшн, это все картины наших пациентов. А в украинских, о господи, русскоговорящих пациентов или тоже бывают канадцы и американцы? У нас все пациенты канадские, а просто есть из них русскоговорящие. Есть очень-очень много пациентов в этой эре живет, очень много иранцев, иранцы приходят, китайцы везде и так далее. Ну то есть мы должны говорить хотя бы на новых языках. Едем в следующий. Какая красота у нас в Канаде так кормят прям. офигенно. Да. Вообще не знаю. Тебя сюда так кормят, да? Нет. Не знаю почему. Они не знали, что ты приходишь. А, это да. Когда мы делаем конверженс с Русланом, он вот тут берет, и все работает вот тут. И принесет все свое. Да, да. Да, да. Зайдем. Майкл лодультория. Все. Это где тусовка? Тусовка, да. Патерем. 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 Да. Я за три дня с тобой работаю, не видел ни разу, что ты чувствовал себя устаж. Ты постоянно улыбаешься, постоянно активный, постоянно энергичный, постоянно заряжаешь энергией всех окружающих, всех ассистентов своих, всех пациентов, всех докторов. От тебя реально чувствуется. Хочется постоянно жить, работать и, ну, сильный мотиватор. Ну, лично. Для меня за эти три дня очень сильно зарядился, как на работу, так и на достижения каких-то там. Я успехов понимаю. Откуда берется энергия и... Окей, откуда вообще берется энергия? Ты видишь, что мы видео делаем? Я вижу, что видео... А мне, если это ваше. Попробуй, иди сюда. Я сейчас скажу. Детей перед кулаком. Что помогает оставаться таким активным, таким энергичным? И что заряжает тебя? 200 грамм Belvedere утром. Не, я шучу. Нужно любить, что делаешь. Окей. Если не любишь работу, никогда не будешь в такой активней и в хорошем настроении. Энергии иметь. Я люблю, что я делаю. Реконструкцию делать в борту. Делать разницу людям. И когда они приходят ко мне и не имеют зубы. Один, два, весь рот. И можно как-то помочь им. И переделывать их жизнь. Чтобы они могли кушать. Разговаривать. Улыбаться. И иметь их... Обратно иметь confidence. Окей. И чувство как человек. И все. Это мне очень-очень важно. И если нету вот такой энергии. И как по-русски, confidence. В работу. Окей. Не можно вот так говорить с пациентами. И иметь вот такую энергию тоже. И мы это раньше говорили про эту тему. Да. Окей. Главное пациент. Главное помочь пациенту. И чувствовать уверенность. Да. И если нету уверенности в работу. Это проблема. Потому что человек это видит. Да. И это только с временем. Может быть. Когда я начинал. И в первый год-два. Когда я начал работать. И делать импланты. И нарастение кости. Это курагическую работу. Я думаю, что может быть. Да. Не было это уверенности. Уверенность. Уверенность. И все время. Это приходит. Да. И чем больше имеешь это. Чем больше люди видят это. И чем больше нравится работа тоже. Потому что. Знаешь. Все. Как делается. И что нужно делать. В каждый момент. Каждый человек. Я говорю про план. Какой. Какой. Тритмент план. Что нужно удалять. Что не нужно удалять. Что нужно наносить. Что не нужно наносить. Где импланты должны быть. Что возможно делать. Что невозможно делать. На каждый кейс. И это все. Идет. В один. Я хочу спросить тебя. Чтобы ты нам. Сказал. Свои топ 3 любимые книги. По имплантации. Или по ОЛОН. Которые помогли тебе. Научиться. И которые были реально. Ты считаешь. Самые важные. Для начинающих. Или уже для профессионалов. Чтобы улучшить свою работу. Так. Я бы сказал. Что нет. Нету много. Много книжек. По ОЛОН. Я бы сказал. Есть. 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 Исследования. Много есть. И как. Я думаю. Много знаешь. Мало. То что начал. ОЛОН. У него полно. Есть. Исследования. Только если бы. Я бы говорил. На тему. Во всемном. Имплант. Да. Имплантология. Имплантология. ГБР. Графтинг. Да. И все. Если начинаешь. Абсолютно начинаешь. Я бы сказал. Карл Миш. Карл Миш. Имплант Денистри. Это самая. Я бы сказал. Библия. Библия. Окей. В имплант Денистри. Окей. Оно дает вам. От самого начала. Самая. Чистая. Просто. Басикс. Басикс. Окей. Это. Если начинаешь. Если. Уже. Немножко. Адванс. И. Уже. Работаешь. Абсолютно. Эштеван. Эрбан. Вертикал. Горизонт. Агментейшн. Очень хорошая книга. Много. Много. Информации там. Если. Хочешь. Знать. И. Агментейшн. Окей. Нарашивать кость. Гортикалина. Коризонт. Да. Нужно будет брать курсы тоже с время. Только это очень хорошая книжка. И третья. И я. Только. Несколько месяцев назад читал ее. Она только вышла. Немножко. Немножко. Томас Линкевич. Томас Линкевич. Окей. Очень хорошая книжка. И. Эта на тему говорит про. Как не терять кость. В округе имплант. Смотря на. Имплантскую систему. Смотря на. Десну. Окей. И смотря на. Кость. И смотря на. Протвижение. Ну. Какая коронка. И как оно сделано. И от какой материал. Окей. Это все четыре. Тапы. Очень важные. И он говорит на эту. На эту тему. Дай совет. Для начинающих имплантологов. И дай совет. Для опытных докторов. Первый. Для достижения. Максимального количества. Успешных. Кейсов. Минимизировать. И. Ну. Как бы. Просто. Улучшать себя. Есть такая проблема. Я заметил. У докторов. Которые уже с возрастом. Работают. Есть такой. Называется. Эффект выгорания. То есть. Ты с возрастом. Да. Тебе становится скучно. Нету. Вот. Запала. Такой энергии. Ты постоянно работаешь. Одно и то же делаешь. И оно кажется таким. Ну. Ну. Как с этим бороться. И. Как себя поддерживать. Держать на топ уровне. И. Всегда стремиться. Ну. Смотри. Начинаешь. Да. Нужно. Делать. Работу. Не можно просто сидеть. Сидеть. Брать курс. Начинать. Как делать. И. Просто. Ордиментура. Сидит. И. Забываешь. И. Нужно. Нужно. Стараться. Пусти. Пусти. Не рисковать. Это не рисковать. Не рисковать. Пусти. Да. Идти и делай. Не бойся. Не бойся. Правильно. Не бойся. Нужно идти и делать работу. Потому что только научил. Научились. Потому что если не будешь. Оно будет сидеть годами и ничего не доберешь. Чем больше будешь работать. Чем больше будешь делать. Чем больше будешь. Уверен на себя. Да. И чем больше эта уверенность. Будет расти. Чем больше будешь делать кейсы. И чем больше будешь. Видно, как я вам говорил раньше. С пациентами. Вы чувств住operation. Чувствуя уверенность на доктора. Это. Это только. начать. Эти доктор тоже делает годами, уже работает 20, 25, 30 лет. Я не работаю уже 20, 25 лет, я работаю около 15. Только что я вижу, что если не учишь и не меняешь ваш офис и новую технологию и новые техники. Всегда выходят новые техники, всегда новые материалы выходят. Допустим, Orban по GBR это не было 10 лет назад. Allon X не было 15 лет назад. Это в основном новая технология. В эти последние 15 лет стандартная была. 15 лет назад делали эту работу, они смотрели на эти доктора, как они вообще сумасшедшие. И теперь это стандарт. И эти доктора тоже работают 20, 25 лет. Они должны менять, как они работают, потому что что старое, старое. Что новое, это будет новое и будет меняться каждый раз. И если они не будут менять, как они работают, они просто будут оставаться полностью. Да, в прошлом. Абсолютно. И когда они новое будут учить и новые курсы брать, тоже новые технологии, они будут чувствовать, чувствовать. Вау, это новое. И это новая энергия будет у них, чтобы работать. И они не будут burn out. Да, они будут выгорания. Окей? Они новое, что-то новое будет кипеть прямо внутри, чтобы качать, чтобы работать, и эту практику делать, и пробовать на пациентов, чтобы увеличить их тапы. Окей? Это что я говорил. Потому что я вижу даже в Канаде, в Торонто, есть доктора, что 25-30 лет работают, и такую же самую работу делают, что они делят 25-30 лет назад. И это не работает. Потому что всё меняется. Окей? И это чего? Много, много доктора и много пациентов, они говорят сам собой. И у нас есть интернет, абсолютно. И блог, и reviews. И это всё видно теперь. Это не как было 15-20 лет назад. Да. Ну, последнее, что я хочу сказать. Мы решили... Доктор Аллен изъявил желание прилететь в Украину. На родину своих родителей. Это будет первый раз прилет его. Впервые доктор Аллен, аптекарь, он будет в Украине. И вместе со своим коллегой, Русланом, техником, они будут проводить двухдневный курс. Первый день это будет теоретический курс по имплантологии, по технике ОЛОН, по НКР, по графтам. И второй день это будет живая операция с немедленной нагрузкой на несколько имплантов на челюсти. Абсолютно. Я очень благодарен Сашу, что приехал в Торонто. Увидел, как мы работаем. Увидел несколько офисов, где я работаю. Увидел Руслана. И я очень excited, чтобы приехать в Киев, посмотреть, где мои родители определились, где они говорят мне про Кришчатик, красивый Киев, зеленый и все. И я очень настроен, чтобы приехать и победить. И I'm looking forward to it. И я excited. Это круто. Я думаю, это будет очень круто. Вот здесь будет ссылка. Заходите на сайт, обязательно смотрите программу, даты. Все будет вывешено на сайте. И мы ждем вас в апреле вместе с Алином и Русланом. See you soon. Первый день с доктором Текарем закончился суперинтересно. Мы поболевали в двух клиниках с 9 до 5 вечера. Провели несколько операций, булн-графтингом. Все было очень круто. Абсолютно. Абсолютно. Красавчик. Спасибо большое. Спасибо. Мы увидимся скоро. Да. Мы просто поставили два формика и поехали. Чудесно. Вперед. Ну и все. Я вернулся в Украину. После 9 дней проведя с Алином и с Русланом. Второй выпуск будет посвящен Руслану Казницкому, его технику. Уже более детально я покажу, что мы делали. Как мы производили немедленные отгрузки на имплантах. Делали кейс в Алон. Какие особенности. Расскажу про его лабораторию. Как он переехал из Украины в Канаду. Как он основался. И как он сейчас работает. Об Алине хочу сказать, что это невероятно крутой, невероятно заряженный, активный и профессиональный доктор-хирург-имплантолог. Который за год ставит, ну, больше чем тысячу имплантов. Которого большой колоссальный опыт. Которым он искренне делится и ничего не скрывает. Он прекрасный собеседник. Он очень счастлив работать с томатологом. Он невероятно круто общается с пациентами. Он постоянно смеется, постоянно шутит. Пациенты его любят искренне. Много докторов русскоговорящих. Русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины. Они приглашают его к себе в клинику специально, чтобы он оперировал. И пациенты готовы ждать по несколько месяцев или даже полгода, чтобы записаться к именно калину аптекарю на операцию. Это мотивирует очень сильно. И есть к чему стремиться. И хочу еще раз на правах рекламы пригласить каждого из вас на наш конгресс, который посвящен All on X. Все на импландах. Который будет вести сам Алин аптекарь и его техник Руслан. Первый день это будет теоретическая часть, которую они поделятся своим опытом. Расскажут, как они проводят такие большие операции. Рассказывают свою личную технику, что они делают. Во второй день мы проведем живую операцию с трансляцией, с большим количеством камер прямо в конференц-зал. Это будет невероятно круто. И я счастлив, что Алин прилетит к себе на родину своих родителей. И впервые побывает в Украине и сможет передать свой опыт, свои знания нам, нашим украинским врачам. До встречи и не пропустите следующий выпуск.